Яну Затаустан, Стагирию Подвижнику, слово третье, продолжение. Как скажешь ты, знаю, это и я, но как мне устранить и удалить уныние из души своей, не знаю? Какая же в этом трудность, друг мой? Если бы это была какая-нибудь похоть и безумная плотская любовь, или сильное тщеславие, это неудобо истребляемое зло, или какая-либо другая подобная страсть, то ты имел бы основание затрудняться освобождением от них, так как плененным ими, хотя и невозможно, однако трудно избавиться от этих сетей. Почему? Потому что им содействует и помогает удовольствие. Оно как бы канатами со всех сторон опутывает предавшихся страстям, и трудность исправления прежде всего состоит в том, что душа склонилась пожиловать и решиться на освобождение от них. Подобно тому, как если бы человек, нуждающийся в исцелении, от коросты и чесотки находил удовольствие в этой болезни, и сам себя обвергал в недух, а для освобождения от скорби немало способствует нам то, что мы не находим в ней удовольствия, то тяготится чем-нибудь, тот скоро постарается освободиться от этого. Но что, если он хотя и постарается, но не успеет? Пусть не перестает стараться и скоро будет иметь успех. Имей в виду, что для христианина, если он когда-нибудь скорбит, должны быть только два повода к унынию. Когда или сам он, или ближний его скорбит Бога. А так как твоя скорбь не основывается ни на одном из этих поводов, то напрасно ты мучишь себя. Откуда известно, скажешь ты, что эту скорбью мы не наказываемся за грехи? Это хорошо известно, но пока я не стану утверждать этого. Если же ты хочешь, то пусть будет не только неизвестно, как ты сказал, но даже хорошо известно, что эта скорбь есть возмездие за грехи. Неужели же, скажи мне, ты поэтому сетуешь? Но надо благодушевствовать от того, что ты еще здесь освободился от грехов и не будешь осужден вместе с миром. Сетуем в чему? Должно сетовать не о том, что он наказывается, но о грехах, которыми он оскорбляет Бога. Грехи удаляют нас от Бога и делают врагами его. Наказания же примиряют его с нами и делают милостивым и близким к нам. А что, твой подвиг и труд не есть возмездие за грехи, но подготовление к винцам и наградам это видно из следующего. Если бы ты прежде жил постыдно и распутно, а потом перешел бы к монашеской жизни, и в таком случае мысль о наказании за грехи была бы неуместна. Если Бог посылает наказание для того, чтобы грешников обратить к покаянию, то когда принесено покаяние, наказание по этому самому излишне, Бог столько далек от желания наказывать нас, что часто даже тогда, когда мы делаем недостойное наказание и унуждаемся в сильном разумлении, Он разумляет нас только угрозой устрашающими словами. Это ты можешь видеть на примере израильтян и города Ниневитян. Бог не только не навел на них наказание, когда они принесли покаяние, но тотчас прекратил и угрозу. Гораздо более нас самих желает, чтобы мы не терпели никакого зла, и никто из нас не щадит себя так, как Бог щадит всех нас. Неужели же тот, кто часто и согрешивших устрашает только словами, но не наказывает, а покаявшихся освобождает и от самого опасения, тебя, оказавшего такое благочестие и такую добродетель, не только не избавил от угрозы, но и придал действительному наказанию? Как можно поверить этому? Если бы прежняя жизнь твоя была, как я сказал, разратна и порочна, это могло еще прийти кому-нибудь на мысль, но так как она была скромна и исполнена в великой честности, хотя и ниже теперешней, то из всего этого нам ясно, что твои подвиги ведут к венцам и высшему воздаянию. Поэтому, как я сказал, должно возбуждать в себе такие подобные мысли, и вместе с этим или еще прежде этого должно рассеивать этот враг уныния молитвами и молениями, так и блаженный Давид, столь дивный и великий муж, постоянно пользовался этими врачествами и избавлялся ими от тяжестки скорбей, то, молясь так, скорби сердца моего умножились, «Выведи меня из бед моих» Псалом 24, 17 «То возбуждая в себе благочестивые мысли, что унываешь ты душам и что смущаешься, уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его» Псалом 42, 5 «И еще говорил от размышлений, обращаясь к молитвам, «Отступи от меня, чтобы я мог подкрепиться прежде, нежели отойду, и не будет меня» Псалом 38, 14 «И от молитвы к размышлениям, «Кто мне на небе и с тобою? Ничего не хочу на земле» Псалом 72, 25 Так Иов размышлениями возражал жене, внушающей ему произнести сатанинские слова, и укоряя ее, говорил «Ты говоришь, как одна из безумных, неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать» Иова 2, 10 А пред Богом он прибегал к молитвам, и блаженный Павел обоими этими средствами помогал подающим скорби и ускушения, «Иногда говорил, если же останетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны, ибо есть ли какой сын которого бы не наказывал отец» Евреям 12, 7, 8 А иногда с молитвы говорил, «Верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх силы» 1 Коринфянам 10, 13 И еще «Ибо правильно пред Богом, оскорбляющим вас воздавать скорбью, а вам оскорбляемым отрадую» 2 Фессалоникийцам 1, 6, 7 Итак, если и ты захочешь воспользоваться тем и другим оружием, и крепко оградишь себя со всех сторон размышлениями, заграждая унынию, доступ к себе, а молитвами, как своими, так и чужими, устроя эту крепкую ограду, то скоро увидишь плоды таких усилий. Ты приобретешь не только ту пользу, что станешь мужественно переносить настоящие страдания, но, хорошо укрепившись ими, будешь и впредь неодолим никакими житейскими горестями. Аминь.